Hello children! Today is the 13th of April. Let's begin our work. So, let's start. Today we have a revision. У нас сегодня с вами обобщение. Итак, let's revise the profession. Спомни с вами профессии. An artist, an astronomer, an athlete, a composer, a dancer, an inventor, a scientist, a sinner, a teacher, a writer. Every day activities. What do we do every day? Cycle to work. Вспомним, что значит слово cycle. Ездим, да? На велосипеде, на работу. Have a shower. Принимать душ. Take a taxi bus. Брать либо такси, либо машину. Автобус, sorry. Use a microwave. Использовать микроволновку. Use computers. Использовать компьютеры. Free time activities. Занятие в свободное время. Get up late. Просыпаться поздно. Play football. Знаем фразу. Sit on a bench. Здесь на лавочке. Или лавочке. Ski in the mountains. Кататься в горах, на лыжах. Travel abroad. Путешествовать за границу. Хорошо. Past simple. Tense. When do we use past simple? Когда мы используем словами past simple? Для выражения действия, которые произошли в определенный период времени, в прошлом. То есть для нас важно время. Например, they got married in 2011 or two years ago. Допустим. Past simple используется, когда мы показываем на повторяющиеся действия в прошлом. Обычно здесь могут использовать такие слова, как Always, often, usually. My father often took me to the playground when I was a child. Следующее. Для выражения действия, которые повторяются, идут один за другим. First they had lunch, then they met with some friends. Сначала они обедали, потом встретились с друзьями. Повторяется. Хорошо. Ключевые слова. Keywords. Put the keywords into two columns. So. Yesterday, last month, last year, last week, two years ago, two weeks ago, four days ago, five hours ago, ten minutes ago. It's past simple. Other tens. Here you can see these words. So. Keywords for past simple. Once again. Last year. Yesterday. Last week. Two years ago. Three weeks ago. Ten minutes ago. Last month. Find the scheme of the statement. Утвердение в past simple. Как образуется? По какой схеме? Как вы думаете? Ага. So. Scheme number two. So. Subject. Подлежащее. Plus. Verb. In second form. Or. Ending. Иди. То есть. Подлежащее. Вторая форма глагола. Либо. А если глагол правильнее, окончание иди. Если неправильнее, вторая колоночка. Ну и все, что хотим сказать дальше. Например. We went to the cinema yesterday. Глагол у нас неправильный. Глагол go. Вторая форма went in. They played tennis yesterday. Глагол play правильнее. Добавили окончание иди. Find the scheme of the question. Вопрос. Где у нас здесь вопрос? Естественно. Вот у нас вопрос. Причем, прийти внимание, вопрос здесь у нас какой? Схема вопроса специального, которая начинается с вопросительного слова. Далее идет глагол помощник. Did. Подлежащее. Глагол в первой форме. Обратите внимание, первая. Ну и потом все, что хотим сказать дальше. Вот эта схема. Where did they go yesterday? Вопросительное слово. Помощник. Подлежащее. Глагол в первой форме. Ну и указатель времени. А вот у нас схема вопроса, в которой да, нет вопроса или общий. Did they play tennis yesterday? Глагол помощник. Подлежащее. Глагол в первой форме. Все хотим сказать, что дальше. Дальше. Negative sentence. Here's the scheme of negative sentence. Схема отрицательного предложения. Подлежащее. Didn't. Плюс глагол в первой форме. We didn't go to school yesterday. Глагол хоть и неправильный, но все равно первая форма. We didn't. Потому что didn't показывает, что действие в прошлом. Go to school yesterday. She didn't watch. Не, глагол. Правильный. Окончание иди у нас нет. Первая форма и помощник didn't. Давайте попробуем вставить предложение. Сначала утвердительное. Поехали. Итак. Look at the photo. Look at the phrase. Play tennis. Let's make a sentence. Make a pause. Нажали на паузу. Попробовали сделать. И получилось у нас, да? He played tennis. Он играл в теннис. Можно добавить указатель времени. Допустим, last week. Следующая. С картинком. Помощь нам глагол. To cook. Готовить. Видим, две руки разные, да? Соответственно, это они у нас. Получится предложение. They cook dinner. Пусть будет dinner. Maybe breakfast. Maybe lunch. Пусть будет dinner. И указатель времени. Допустим, a week ago. Недели назад. Следующая. To listen to music. She listened to music. Ну, допустим, yesterday. Следующая. Картиночка у нас. Глагол. To smile. Улыбаться. Нет. Предложение. They smiled. They smiled. Допустим, last month. Кей. Действие clean. She cleaned her room. Допустим. Last week. Skip. Да? Глагол у нас to skip. Прыгать. Получилось. She skipped. Обратите внимание. Буковка P у нас удвоилась. Потому что слог закрытый. Да? Перед ним одногласное. Следующий. Dance глагол. Фраза. The dance. Допустим, five years ago. Questions. Let's make questions. Давайте поставим вопросы. John watched this film last Friday. Зададим вопрос. Did John watch this film last Friday? Предложение. Kate skated two days ago. Каталась на коньках. Даем вопрос. Did Kate skate two days ago? Mark played chess yesterday. Вопрос. Did Mark play chess yesterday? Play. Without endings. Mary helped her friends to do their homework. Did Mary help her friends to do their homework? Okay. Jack cleaned his room the day before yesterday. Did Jack clean his room the day before yesterday? He had breakfast at 8 o'clock. Did he have breakfast at 8 o'clock? Jane brought him this book. Did Jane bring him this book? Tom's father bought a car? Did Tom's father buy a car? So, let's revise irregular words. Неправильный глагол. So, look at this. Parts of dominoes. Make a pause. Нажмите на паузу. Попробуйте его расставить как нужно. Сейчас проверим, что у нас получилось. Поехали. Begin – went. Went – go. Go – break. Broke – cut. Тут cut у нас. Begin – began. Come – came. Buy – bought. Drink – drank. Do – did. We – was – were. And, соответственно, cut – cut. Eat – at. Вот у нас получилось. Помнили немножко с вами неправильный глагол. Хорошо. Теперь у нас отрицательное предложение. Я с новым. Поехали. She came home at 6 o'clock. Получилось отрицание. She didn't come home at 6 o'clock. Вторая форма утверждения. Первое отрицание и глагол помощник didn't. Mary went to the cinema yesterday. Mary didn't go to the cinema yesterday. Вторая. Помощник и первая. Kate made a cake on Sunday. Kate didn't make a cake on Sunday. Вторая форма. Первая – I didn't. I had a good time the day before yesterday. Позавчера. Позавчера. Праза. I didn't have. Had. Вторая. Didn't have. Помощник. Плюс первая. Хорошо. Ну, on page 106, you have some exercise to revise our topic. Let's do them. So, write about the famous people choosing the correct words. Dancer, athlete, astronomer, artist, writer, scientist, queen. And to the famous people. Anna Pavlova, the Brontes sisters, Leonardo da Vinci, Cleopatra, Maria Piri Curie, Jesse Owens, Nicholas Copernicus. So, let's do. So, let's do. Use the verb to be. Используем глагол to be. Потому что действия мы здесь не видим. Вспомним с вами, да? Что когда есть действие, берем вторую форму глагола. Когда нет действия, берем глагол to be. Его прошед. Это was или were. Was единственное, were множественное. Поехали. Анна Павлова was a dancer. Да, Анна Павлова была танцором. Следующее. Давайте проверим. The Brontes sisters were writers. Были писатели. Were. Множественное число. Клеопатра was a queen. Единственное число. Да, она королевая была. Leonardo da Vinci was an artist. Единственное число. Was. Marie Piri Curie were. Множественное. Scientists. Jesse Owens was an athlete. Was. Единственное число. Николайус Копернигус was. An astronomer. Следующее. Давайте попробуем сопоставить национальности и известных людей. Ну, соответственно, из этого упражнения. English, Russian, Italian, Polish, American, French, Egyptian. У нас также нет чего. Нет действия. Поэтому также берем как волл to be. So. Первое. The Brontes sisters were English. Ножественное число, поэтому were. Проверяем следующее. Анна Павлова. Was. Russian. Была русской. Дальше. Leonardo da Vinci was Italian. Mary Piri and Nicolaus Copernicus were Polish. Jesse Owens was American. Perry Curie was French. And Cleopatra was Egyptian. Надеюсь, это понятно. Давайте попробуем задавать вопросы. Сами попробуйте задавать себе вопросы. Обратите внимание. Действия здесь есть. Поэтому берем did. Did people travel in space? Попробуйте ответить. Да. In. Nineteen. Или. One. Nineteen hundred. Да. Как мы с вами говорили. Ну и последнее. Попробуем с вами описать действия в прошлом. Подставить необходимые фразы. И не только фразы. Начальные буковки у нас уже есть. Ну, поехали. Первое. In the morning he got up early and had a shower. Мы видим. Got up. Потому что вторая форма. Описываем действие. Глагол неправильный. And had a shower. Had. Глагол. Такой. Тоже неправильный. Давайте дальше проверять. He watched TV. Да. Окончание ID. Глагол правильный. And he listened. Правильный. To music. He took a bus. Неправильный. To town. And bought some new jeans. Да. Bought. Глагол неправильный. Buy bought. In the afternoon he went to the park. Глагол неправильный. And played. Футбол. Правильный. Окончание ID. Ну, непонятно слово. Футбол. Then he sat. Сидел. Сидно. Первая форма. Вторая неправильная. On the grass and read a magazine. Читал. Глагол правильный. Read read. Вторая форма. In the evening he found. Правильный глагол. Иди добавили. His friend and they went to the cinema. Глагол. Глагол неправильный. И дальше. They saw a comedy film. Saw. Видели, да? Смотрели. Вторая форма. Итак, переходим к домашнему заданию. Вам необходимо будет просмотреть теорию на Е-классе по теме PassSimple и выполнить задание, которое я вам выложу в проверочное. So, see you on Tuesday. Goodbye.